Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Вопрос на сайте уже есть. Я его чуть позже задам. Также напоминаю, что можете позвонить по телефону 211-101. И наши редакторы тогда могут принять ваш вопрос и передадут его нам в эфирную студию. Мы с Яном Евгеньевичем давно не виделись. Тема у нас есть важная, которую мы хотим обсудить. То есть завтра в 12 часов состоится очередное заседание суда по делу Никиты Белых. О том, что там будет происходить, кого будут допрашивать на этот раз, мы пока предполагать не можем, если я верно понимаю. Ну, догадываться, наверное, можем. Но с достаточной степенью вероятности, я думаю, что об этом, наверное, даже ещё суд не знает. Как это так? Ну, если речь пойдёт, например, о том, что суд планирует допросить какого-то свидетеля, ну, мы же не знаем, явится этот свидетель или не явится. Но повестка-то ему уже выслана. Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да. И причём что-то мне подсказывает, что мы можем завтра понаблюдать за продолжением допроса господина Зутхаймера. Один раз он уже выступал? Ну, да. Потом торопился, как вы говорили, уехал? До конца его не додопросили, пообещали пригласить ещё раз. Ну, с учётом того, что сейчас ключевого свидетеля стороны обвинения господина Щерчкова уже заслушали вопросов к нему, насколько я понимаю, у сторон не осталось, что, кстати, тоже удивительно. Получается, что основным свидетелем, в отношении которого допрос ещё не завершён, является господин Зутхаймер. Но это свидетели обвинения, я правильно понимаю? Безусловно. А свидетели защиты? Сначала доказательства представляет сторона обвинения, и только лишь потом право представления доказательств переходит к защите. Соответственно, сначала прокуратура закончится своими свидетелями, потом защита сможет подопрашивать своих свидетелей. Ну, я думаю, что господина Пахтеева защита точно вызовет суд и задаст некоторые вопросы. Алексей Пахтеев, которого называют доверенным лицом Никиты Белых, да? Да, значит, применительно к одной сумме денежных средств, которая действительно была передана и в отношении которой Никита Юрьевич признаёт, что он такие денежные средства получал. Дальнейшая судьба этого пакета с 50 тысячами евро, я думаю, что будет исследоваться. Я, насколько помню и напомню нашим слушателям, утверждала, что деньги были переданы или было передано на распоряжение перечислить их на счёт российского военно-исторического общества. Так, а можем ли мы предполагать, кроме Зетхаймера, ну, то есть, если завтра Зетхаймер, есть ли ещё у обвинения какие-то лица, которых хотелось бы суду выслушать? Ну, вы знаете, здесь гадать не люблю в этой части, текст обвинительного заключения нам неизвестен, но я полагаю, что да, наверняка найдётся ещё пара свидетелей из кругов, близких к Новоавиатскому комбинату, которые могли бы дать какие-то показания, представляющие определённый интерес и для стороны обвинения, и для стороны защиты, и для суда, конечно, тоже. — Я почему спрашиваю, к допросу свидетелей защиты суд перейдёт до нового года или после, как вам кажется? — Ну, здесь, опять же, мы уйдём в область предположения. Знаете, я думаю о том, что если это произойдёт, если это произойдёт, ну, это будет несколько удивительно, честно скажу. Я бы думал, что, наверное, после новогодних праздников уже сторона защиты будет представлять свои доказательства. Хотя, опять же, это всё на волю случая следует отдать. Дождёмся хотя бы завтрашнего процесса, посмотрим, как он пройдёт. — Ну, и я напомню, что процесс обещает ускорить, да, на прошлом заседании судья сказала, что да, теперь будет не раз в неделю, а два раза в неделю проходить судебные следствия, это называется. — Да-да-да. — Хорошо, но если мы обратимся к предыдущему судебному заседанию, да, показания Сергея Щерчкова, вы, я так думаю, что познакомились с ними так же, как и большинство наших слушателей. Как вам кажется, насколько большую роль они играют в деле и каким образом они будут учитываться судом? — Ну, я бы считал, наверное, что из того, что доступны публике и обществу, наверное, показания господина Щерчкова являются наиболее ключевыми. С помощью именно его слов и его показаний как свидетеля сторона обвинения уже сейчас обосновывает и в прениях будет продолжать заниматься ровно этим же, обосновывать связь между показаниями господина Лорицкого, господина Зудхаймера и денежными средствами, которые, собственно говоря, и были по утверждению обвинения вручены Никите Юрьевичу. Ведь Щерчков именно говорит о том, что все-таки Белых имел возможности, более того, лоббировал интересы на авиатского лыжного комбината в части представления участков лесного фонда, о том, что указания Белых являлись обязательными для исполнения всеми подчиненными сотрудниками, включая его самого, а также Министерство лесного хозяйства, департамент. Это несколько подмывает позицию защиты, которая строилась на том, что решения о заключении каких-либо договоров о лонгировании инвестиционных проектов являлись коллегиальными решениями всего правительства, на которые лично Никита Юрьевич в одиночку не мог никак повлиять. Да, Ян Евгеньевич, я прошу прощения, может быть, я что-то неправильно поняла из показаний Сергея Щерчкова, которые читала на сайте Медиазон, но там, по-моему, в его показаниях был такой момент. Его спрашивают, оказывалась ли поддержка только вот этим предприятиям или всем инвестпроектам. И Щерчков говорит, что, конечно, Белых был заинтересован в поддержке всех инвестпроектов, потому что, ну, вот область была заинтересована. В смысле предъявленного обвинения сейчас предъявлен Никите Юрьевичу обвинение только лишь в одном, в том, что он за вознаграждение лоббировал интересы конкретных инвестиционных проектов. Если это даже какая-то общепринятая практика была при Никите Юрьевича, важным для стороны обвинения, на мой взгляд, является то обстоятельство, что свидетель, занимавший достаточно высокий пост и знающий систему изнутри, говорит о том, что лично губернатор имел возможность лоббировать продвижение конкретного какого-то инвестиционного проекта. Напомню, что ведь позиция защиты сводилась к тому, что это не решение Белых оказать поддержку какому-то инвестиционному проекту НЛК, например, а решение правительства. И защита-то как раз и в своих показаниях Никита Юрьевич на это упирал, что не за что было ему платить какие-то деньги, как-то благодарить его. Потому что он решал не один. Да, потому что это не его решение, это решение всего правительства. И вот как раз Черчков-то говорит о том, что даже если это решение оформлялось как решение правительства, то голос, простите, Никиты Юрьевича являлся настолько существенным, что он мог определять только лишь своей волей будущее решение всего правительства. Разумно, по-моему, звучит очень убедительно. В российских реалиях как минимум звучит убедительно, потому что в России сложно себе представить, что кто-то из подчиненных губернатора будет возражать губернатору. Согласен. Вот, неприменительно к этой истории, а вообще. Хорошо, как вам кажется, как будут трактованы судом противоречия в показаниях Сергея Черчкова, потому что зачитывались ведь и протоколы его допросов, многократных допросов, да, и там он менял показания. 13 раз, по-моему, его допрашивали, если мне память не изменяет, и во многих протоколах показания кардинально противоположны друг другу. Вам не кажется это странным? Суд даст этому оценку, безусловно, но, опять же, сам господин Черчков и сторона обвинения приводят, на мой взгляд, достаточно понятное и логическое объяснение этим противоречиям. В части случаев, когда Черчкова допрашивали, у Белых еще не было стороненного должности губернатора, и Черчков-то как раз обосновывает разночтение, разногласия в тех показаниях, которые он давал на этапе начала следствия и более поздних тем, что он находился в служебной зависимости от Никиты Юрьевича. Но Никиту Юрьевича, насколько я помню, отстранили от губернаторства в конце июля, и сразу же практически здесь у нас появился временно исполняющий обязанности Игорь Васильев. А там речь идет в том числе об октябрьских протоколах, где Сергей Черчков все еще не подтверждает, что он передал деньги и прочее. Да, значит, следующий момент, который объясняет Черчков о том, что какое-то время он являлся подозреваемым по делу Белых, и фактически он подозревался в том, что он способствовал передаче и получению взятки. То есть фактически он выступал в роли посредника, и он опасался уголовного преследования. Тоже достаточно часто встречающийся способ обоснования каких-то разногласий, разночтений. Ну, здесь, опять же, не люблю гадать, знаю только лишь то, что суд при постановлении приговора, безусловно, в приговоре должен будет изложить свое видение ситуации. Каким показаниям Черчкова он доверяет, каким относится критически и почему. Обосновать, простите, можно практически все. Не только в нынешних российских реалиях, еще древние латинине сказали, бумага не краснеет. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. Ян Чеботарев, юрист у нас в эфире, и вернемся в студию. Особое мнение на 101FM Ян Чеботарев у нас в эфире, программа «Особое мнение» продолжается. Мы говорим о судебном следствии по делу Никиты Белых. Возвращаемся к показаниям Сергея Щерчкова. Поговорили о том, как суд будет трактовать противоречия в показаниях Сергея Владимировича. История еще следующая. Я правильно понимаю, что совершенно не обязательно суд должен учесть те показания, которые даны были в суде, как окончательные? Да, безусловно, суд очень часто весьма критически относится к тем показаниям, которые сторона либо свидетель дает непосредственно в зале судебного заседания. Другой вопрос о том, что в случае принятия такого решения, вот такой трактовки показаний, суд в любом случае обязан будет мотивировать, почему к такому заключению он и пришел. Почему он считает о том, что следует доверять тем показаниям, которые были даны ранее, например, либо почему он считает, что наиболее честными, наиболее полными являются показания, данные непосредственно сейчас, по прошествии столь длительного времени с момента наступления описываемых свидетелем событий? Ну да, он же забыть мог вообще наступить. Безусловно. Конечно, да. Безусловно. То есть, возможно, то, что он говорил раньше, как раз более соответствует действительности. Но, не знаю, тут мы даже предполагать, наверное, не будем. Еще два вопроса от наших гостей, слушателей и прочих. Как вам кажется, озвучил ли Сергей Щерчков что-то, за что можно зацепиться в следствии, и можно ли ожидать возбуждения еще одного уголовного дела в отношении кого бы то ни было, исходя из его показаний? Вы знаете, я не думаю, что в его показаниях есть что-то, опираясь на что, можно еще в отношении кого-то возбудить какие-либо проверочные мероприятия, уголовные дела. Хотя, безусловно, такие основания могут быть. Причем, я уверен, что, наверное, вопросов в деятельности Никиты Юрьевича достаточно большое количество родится по итогам того процесса, очевидцами которого мы с вами в настоящем-то являемся. Сам по себе факт того, что губернатор лоббировал чьи-то интересы, может и должен, на мой взгляд, служить основанием для того, чтобы внимательно посмотреть, нет ли еще каких-то сомнительных операций, сомнительных сделок, от осуществления которых пострадал бюджет, например, Кировская область. Но это, если только будет доказано судом? Ну, безусловно, но в любом случае здесь это нормальная процедура. То есть, если есть какие-то сомнения, их нужно разрешать. Вне зависимости от того, будет ли какой-то приговор в отношении белых, и какой он будет оправдательный, обвинительный. Если говорят, например, о том, что губернатор имел возможность лоббировать какие-то решения в обход существующей процедуры коллегиального принятия решений, то, о чем Щерочков сказал, нужно внимательно присмотреться к тому, какие еще инвестиционные проекты принимались правительством Кировской области, и что явилось результатом этих инвестиционных проектов. Уже присматриваются, как вам кажется? Ну, полтора года прошло. Если бы присматривались, наверное, уже что-то было, нет? Или здесь не имеет значения срок? Не хочу угадать здесь. В части сроков давности, простите, они измеряются не годами, а фактически десятилетиями. Понятно. Еще один вопрос, тоже немножко связанный с этим. Тот факт, что в суде была озвучена информация о прекращении уголовного преследования Сергея Щерчкова и Владимира Сосолятина, является гарантией, что в отношении них не будет чего-либо подобного в дальнейшем? Ну, нет, безусловно. Это не является никакой твердой гарантией иммунности указанных граждан. Каких-то еще претензий со стороны правоохранительных органов примитивно к ситуации с конкретным эпизодом передачи взятки, например, Щерчкова-Белых, о чем он говорит. Ну, я думаю, что здесь можно твердо заявить о том, что вряд ли ему будет предъявлено какое-то обвинение именно в этом. То есть претензии сняты в связи с деятельным раскаянием, как было озвучено? Да, да, да. Но по конкретному эпизоду. Понятно. И еще один вопрос от нашего слушателя Олега. Это с сайта. Он спрашивает, не видите ли вы параллелей в делах Белых и Улюкаева? Просматривая определенные параллели, там и там фактически слово одного гражданина противопоставляется слову другого. Что в деле Улюкаева слово Улюкаева противопоставлено фактически слову господина Сечина, который странно, но даже не был допрошен. Ему некогда. Я понимаю, но фактически сейчас суд располагает исключительно показаниями господина Феоктистова, который повествует со слов господина Сечина о том, что все-таки какое-то требование о передаче вознаграждения, вот этих пресловутых двух миллионов долларов со стороны бывшего министра Улюкаева имело место быть. То же самое в деле господина Белых. Есть слова Щерчкова, которые говорят о том, что денежные средства, полученные от Лорицкого, он передал самому Никите Юрьевичу. И более того, что Никита Юрьевич сам предложил ему обратиться к господину Лорицкого за каким-то эмпирическим вознаграждением. И есть слово Белых, которое отрицает данный факт, подразумевая и откровенно намекая, что если какие-то деньги имели место быть, то господин Щерчков вполне мог эти денежные средства оставить в своем распоряжении. Чему верить? Вот суду не позавидуешь. Еще один вопрос, тоже короткий. Как вам кажется, тот факт, что Сергей Щерчков и Никита Белых дружили долгое время, с 1998 или 1999 года, насколько я помню. И то, что сейчас Сергей Щерчков выступает основным свидетелем обвинения, будет судом трактовано скорее в пользу Никиты Белых или наоборот? Этот вопрос, я думаю, вообще не будет подниматься. Понятно. Не, ну если человек является твоим другом и тем не менее свидетельствует против тебя, ну как-то же должно трактоваться, нет? Не будет суд касаться подобного рода тонких материй, как приязнь, неприязнь со стороны одного фигуранта к другому. Поэтому стандартной фразой, стандартным началом любого допроса является вопрос свидетелю, испытывает ли он какие-то неприязненные чувства к тому лицу, в отношении которого он дает показания. Этот вопрос задается для того, чтобы исключить... Оговор. Оговор. Возможный оговор. И господин Щерчков ожидаемо ответил, что никаких неприязненных отношений к Никите Юрьевичу он не испытывает. Соответственно, суд при прочих равных условиях сделает вывод о том, что оснований для оговора у Щерчкова просто нет. Понятно. Ну, дождемся завтрашнего дня, посмотрим, что будет завтра. Еще одно коррупционное дело, там я не знаю, оно срастется или нет, тем не менее, анонсировано фактически, можно сказать, до СМИ города Кирова. В прошлую пятницу был задержан, разные СМИ по-разному сообщают, ведущий инженер, заместитель директора компании «Вятавтодор». Правда, опять же, по некоторым данным, он к моменту задержания там уже не работал. Да, читал, наблюдатель, по-моему, об этом пишет. Задержан за получение взятки в 730, по-моему, тысяч рублей. Там фабула такова, значит, человек продавал, как я понимаю, некий неликвид технику, некому обществу по приему лома черных и цветных металлов. Вот. Да. Основное то, что было. Ну и большая, конечно, претензия к тому, что человек, как я понимаю, фактически вот только-только случилось с Никитой Белых. Тут, значит, у нас происходили всякие движения, менялись начальники и прочее. И вдруг руководитель, один из руководителей госпредприятия, да, начинает вот такую вот историю. Человек слаб, ведь у нас и до Никиты Юрьевича подобного рода происшествия случались, и после Никиты Юрьевича случались подобного рода происшествия. Ну, здесь это живой пример перед глазами. Вот нет неприкасаемых. Как можно-то? Ну, каждый рассчитывает на то, что вот именно он не попадется. То есть, на мой взгляд, здесь немножко рано пока данный вопрос комментировать. Не хватает у нас с вами информации. Откровенно, лично меня смущает то, что по сообщению средств массовой информации в настоящий момент вменяется фактически два деяния, одно из которых квалифицируется бывшему сотруднику «Автодора» по 159-й, четвертой мошенничеству. Значит, и еще одно связанное с получением взятки. На мой взгляд, все-таки это либо речь идет о двух совершенно разных деяниях, либо вопрос. Обычно все-таки мошенничество исключает получение взятки. Очень часто люди вводят в заблуждение своих контрагентов, говоря о каких-то мнимых своих возможностях, фактически обманывают своего контрагента. Ну, тогда это мошенничество, да. Если речь идет о том, что чиновник, государственный служащий получил какие-то денежные средства, сознательные действия в ущерб интересам государства, ну, тогда это получение взятки – это более тяжкое преступление. То есть, я думаю, что пройдет еще какое-то время, и информация будет до общественности доведена, мы сможем какие-то выводы сделать. Во всяком случае, пока можно только радоваться тому, что подобного рода деяние было вскрыто и пресечено. И злодей может получить наказание, если он действительно злодей, и это будет доказано. Хорошо, еще одна тема, не очень веселая, прямо скажем. Кировские общественники заинтересовались тем, каким образом будут ремонтировать дороги в нашем городе в следующем году. Я напомню, да, у нас уже некоторое время работает рабочая группа по контролю за ремонтом и содержанием дорог. Виталий Брам, Константин Сичихин, представители этой группы были вчера у нас в эфире. Претензии их вызвало следующее. Насколько помнят наши слушатели, мы много об этом говорили, был объявлен конкурс, не конкурс, там, да, общественное голосование, сбор общественного мнения по тому, какие улицы надо ремонтировать в Кирове в следующем году. И вот общественники обратили внимание на то, что примерно 60% тех улиц, которые набрали большее количество голосов в список ремонтируемых на следующий год дорог, попали. Около 40% это какие-то улицы, выбранные по непонятным общественникам критериям, не попали в список улицы, за которые проголосовало большое количество людей, там, в частности, улица Крупской, более тысячи голосов, улица Торфиная, почти 400 голосов, это улица, которая ведет к новому микрорайону Озерки, да, при этом попадают какие-то улицы, на которых практически нет, там, жилой застройки, например, да, и непонятно вообще, как они там оказались. Это первая претензия. Вторая претензия связана с тем, что несколько участков ремонтируется, да, и есть крупные лоты и мелкие. Мелкие лоты примерно по 20 миллионов рублей будут разыгрываться, да, в феврале-марте, насколько я помню, должны пройти аукционы следующего года, и два крупных лота, каждый по полмиллиарда. И в эти крупные лоты напихано много-много-много-много улиц в разных районах города, разные участки. Ясно, что выигрывать конкурс будет какая-то организация, и ясно, что конкурс на полмиллиарда выиграет какая-то крупная организация. Ну, наверное, наверное. Как вам кажется, тут есть какое-то ограничение конкуренции, специально созданные и прочее? Что ФАС должна делать в таком случае? Ну, по большому счету, позадавать вопросы администрации, наверное, возможно уже сейчас. Очень бы интересно было понять и услышать, на основании каких критериев администрация принимает такие решения. Почему было решено ремонтировать, например, такую-то улицу и не ремонтировать другую? Кем это было принято решение? В чем состоит экономическое обоснование необходимости укропнения нескольких участков объединения в единый лот? Значит, здесь, возможно, безусловно, и определенные хитрости имеют место быть, ведь у нас любой государственный муниципальный контракт предусматривает обеспечение этого контракта, исполнение этого контракта со стороны потенциального подрядчика, и, соответственно, далеко не каждая фирма, далеко не каждое предприятие может побороться за контракт, например, в миллиард рублей или в полмиллиарда рублей. Это подразумевает, как минимум, депонирование определенных денежных средств, получение банковских гарантий, что тоже стоит определенных денег. Ну и ресурсы должны быть у предприятий, ведь кто-то же должен работать. То есть задавать такие вопросы администрации, я думаю, можно и не нужно. Другой вопрос ответит ли я? Вот если подобного рода вопросом заинтересуется антимонопольный комитет, для чего достаточно любого обращения, любого заинтересованного гражданина, да даже и сообщения средств массовой информации, коим является эхо Москвы в Кирове. Мы сейчас обсуждаем вас, пожалуйста, слушайте нас и заинтересуйтесь. Проверить подобного рода информацию антимонопольный орган может на основании сообщения любого средства массовой информации. Вопросы, на мой взгляд, можно позадавать и полученную информацию как-то проанализировать примитительно к тому, а действительно не имеет ли места быть здесь ограничение возможного числа участников. Общественники хотят добиться, да, я прошу прощения, что перебила, чтобы вот эти крупные лоты раздробили как минимум пополам, чтобы хотя бы там по 200 с чем-то тысяч было, например. Ну да, безусловно. Я думаю, что это вполне разумно. Если есть конкретный объект, конкретная улица, конкретный участок улицы, мне вот непонятно в чем смысл данный конкретный объект, данную улицу объединять с другой совершенно улицей в рамках единого лота. Не будут же их одновременно делать одни и те же работники в одно и то же время. В чем смысл? Если будет участников ни один, ни два, ни три, а пять, десять, пятнадцать, двадцать, так извините, общество от этого только выиграет. Я предполагаю, что компании, фирмы, участвующие в подобного рода аукционах, торгах, они же проводятся на понижение, они будут предлагать более льготные условия для бюджета. Денег можем сэкономить. Безусловно, мы же уже столкнулись при проведении аукционов на ремонт этой же автодороги Киров-Русской стоимостью в миллиард рублей с тем, что из-за как раз объема подобного рода лота участников-то было не так много. Прямо скажем, их всего два было. Соответственно, здесь... И те, кто выиграли, не справились? Да, в итоге все перенесли на 2018 год, а доживут ли, простите, они до 2018 года, это большой вопрос. Или все заново придется переделать? Яна Чеботарев, юрист, у нас в эфире в программе «Особые мнения». Сделаем рекламную паузу, вернемся в студию. Особое мнение на 101FM И сегодня мы слушаем «Особые мнения» Яны Чеботарева, юриста. Еще одна важная тема, которая обсуждается в том числе в социальных сетях, это эпидемия пожара в старинных зданиях в городе Кирове. Я напомню, что на прошлой неделе сгорел дом Прозорова, на углу Ленина и Пролетарской. Ночью после этого горело какое-то деревянное здание на улице Урицкого. Незадолго до этого было, по-моему, три сразу пожара на улице Орловской в историческом центре города. Когда-то там еще были пожары. Удивительно вот что. Я допускаю, что наверняка пожары есть и в Вересниках, и в Коминтерне, и в поселке Новом, где у нас большая такая доля деревянной застройки, и могут гореть старые дома. Это не вызывает, конечно, интереса журналистов. Но здесь так серийно, просто плотненько, либо в элитной зоне где-то горят дома, либо где-то рядом с зоной современной застройки они горят. Навевает какие-то странные немножко мысли. И вопрос, а вообще можно как-то это победить? Или все-таки во всем виноваты лица без определенного места жительства, которые в эти дома забираются? Или не самые благополучные жильцы, которые могли быть виноваты в пожаре дома, в доме Прозорова, как говорят? Здесь, на мой взгляд, налицо целый комплекс проблем. Безусловно, старый дом подразумевает и изношенную электрическую сеть. И наверняка, если дом в достаточно неприглядном состоянии, вполне допуская, что там могут или проживать, или гостить нелегально разного рода асоциальные личности... Ну, зима, Ян Евгеньевич, зима. Люди зашли погреться. Развели костер. Может быть, все. Безусловно, здесь вопросы можно ставить и проохранительные, но здесь, на мой взгляд, как раз это факультативная вещь. Ну, найдут хорошо двух-трех человек, которые неосторожно курили, либо вообще сознательно даже из каких-то своих одним им известных целей развели какой-то костер и устроили фактически этот пожар. А дальше-то что? Просто, на мой взгляд, если государство считает, что имеет место быть какой-то памятник истории, архитектуры, здания, представляющие определенную ценность для общества, нужно продумывать механизм страхования, наверное, данного объекта за счет средств, возможно, бюджета, возможно, собственников, решать вопросы об отселении, переселении неимущих собственников в какие-то другие благоустроенные жилые помещения. Может быть, решать вопрос о фактическом изъятии данного объекта культурного наследия в казну муниципального образования, либо в собственность Кировской области. То есть проблема, безусловно, есть. У нас есть очень интересные объекты недвижимости, которые определяют облик города Кирова. И мне, как кировчанин, очень бы не хотелось, чтобы с течением времени город Киров из себя представлял абсолютно безликую массу новостроев, абсолютно отдотнипных, либо просто без какой-либо изюминки или сердца. Не так много у нас, надо сказать, объектов исторических осталось. У нас уже осталось, да, не так много подобного рода объектов, и с каждым годом их становится все меньше, меньше, меньше и меньше. Безусловно, нужно продумывать целый комплекс мер, направленных на то, чтобы даже в случае, если что-то происходит с данным объектом, чтобы имелась возможность его восстановления. Ничего другого, кроме как страхование, современное право просто не знает, и придумать другого, на мой взгляд, невозможно. Но страховать должен город, муниципалитет. Получается так? По большому счету, если этого не может сделать собственник. А скорее всего, нет? Если муниципалитет, либо область не может в настоящий момент изъять данный объект из частной собственности, а там очень много, на самом деле, частных собственников у таких объектов. По 18 человек в квартире. И предоставить им какую-то соразмерную компенсацию в замене этого имущества. Нужно разрабатывать механизм страхования. Соответственно, здесь легче уж тогда бюджету, простите, потратиться на обеспечение сохранности данного имущества с тем, чтобы зарезервировать определенную сумму, потребную для возможного восстановления этого объекта в будущем, в случае какого-то пожара, поджога, упаси бог, гибели. — И вы предполагаете, что подобная мера может предотвратить пожары? — Она не предотвратит пожары, она как минимум минимизирует риск безвозвратной утраты этого объекта недвижимости. Был бы этот же дом Прозорова, например, застрахован надлежащим образом, но произошло страшное, обгорела кровля. Если сейчас ничего не делать, на мой взгляд, вряд ли что-то будет делаться, дом еще годик постоит, другой постоит, и потом он просто развалится. Привлекая страховые компании, мы имели бы возможность в щадящем режиме для бюджета области, для бюджета города восстановить этот объект культурного наследия, если уж он таковым признан. — Еще надо сказать, что страховые компании, как частные компании, наверняка заинтересованы будут в более детальном расследовании причин происшествия. — Безусловно. — Потому что полицейским, может быть, и некогда этим заниматься, есть более важные какие-то вещи. А тут страховая компания частная наверняка выявит тех, кто виноват. В этом случае вся мировая практика строится именно как раз на страховании объектов подобного рода в страховых компаниях, с тем, чтобы обеспечить для любого владельца, для любого собственника какую-то подушку безопасности. — Еще одна городская тема, я думаю, что успеем мы ее обсудить, это, собственно говоря, наступившая внезапная зима. В очередной раз, в очередной год, декабрь месяц на дворе, не было снега, бац-бац, выходные, осадки, все выпало. 26 человек в травматологическую больницу обратились, по данным, по-моему, на начало вчерашнего дня, и 8 из них госпитализированы. Это все пострадавшие от гололеда. У нас вот такой юридический ликбез прямо в конце программы будет сейчас. Если вы падаете на улицу, не дай бог травмируетесь, что нужно делать? Если вы хотите возмещения какого-то все-таки. — Ну, безусловно. Значит, здесь необходимо фиксировать сам по себе факт произошедшего, то есть обращаться в лечебное учреждение прежде всего. — А как обращаться? — Ну, если человек упал, ушибся достаточно сильно, вызывается скорая помощь. — А если не сильно? — Если не сильно. — Знаете, у нас люди, вот в большинстве своими людьми у нас все-таки понимающие. Никто не будет вызывать скорую помощь, если может встать, пусть в посторонней помощи, и дойти до дома. — Ну, великолепно. Тогда практически у каждого есть у нас сотовые телефоны. В большинстве в них есть мобильные фотоаппараты. Ну, хотя бы зафиксировать окружающую обстановку с тем, чтобы на подобного рода фотографии, фотоснимки, было видно, например, нерасчищенная какая-то территория с привязкой к данному конкретно зданию. С тем, чтобы иметь возможность потом как-то доказать, что это имело место быть. В действительности не убранный снег, нерасчищенная наледь, не посыпанный гололед песочком. Можно точно так же обратиться к прохожим с тем, чтобы просто объяснив ситуацию, попросить обменяться телефонами с тем, чтобы иметь возможность опереться на показания какого-либо свидетеля. Чтобы человек подтвердил, что в этом конкретном месте ты был и действительно упал. Да, видел, да, был нерасчищенный лед, не посыпанный песочком. Человек шел, упал, готов подтвердить, было тогда-то, тогда-то, погода была такая-то. Все, такого-то числа. Подобного рода практика среди автомобилистов распространена весьма. То есть, если человек видит, что даже не он сам, а какой-то другой автомобиль попал в неприятную ситуацию, в какое-то ДТП, и нет возможности, например, прямо сейчас на месте обменяться данными видеорегистратора, можно оставить просто свой телефон пострадавшему владельцу с тем, чтобы он имел возможность потом созвониться и опереться на показания очевидца, либо попросить какой-то поддержки. После этого обращаться необходимо в лечебное учреждение уже заниматься собственным излечением, то есть, заниматься собственным здоровьем. После этого уже в спокойном режиме понять, где произошло подобного рода ЧП и кто в произошедшем виноват. То есть, если, например, это произошло на дорожном полотне, на пешеходном переходе, за расчистку которого несет ответственность дирекции дорожного хозяйства, соответственно, претензии можно предъявлять данному юридическому лицу. Если это где-то произошло рядом с многоквартирным жилым домом, то, соответственно, ответственность за содержание прилегающей придомовой территории несет, естественно, управляющая компания. Можно запросто установить, какая управляющая компания обслуживает какой дом, обратившись просто в, например, государственную жилищную инспекцию. Не так много времени остается. Сразу спрошу, насколько вообще большая компенсация может быть, на что человек может рассчитывать, и имеет ли вообще смысл бегать по судам? Ну, имеет смысл. При падении могут страдать и обувь, и одежда, которые будут нуждаться в чистке, в ремонте. У женщин, простите за пикантную подробность, очень часто колготки рвутся при падениях. Во всяком случае... Ну, это уж совсем не очень, Ян Евгеньевич. Нет, ну давайте, если мы говорим все-таки об ущербе здоровью. Не согласен. У некоторых моих клиентов, которыми являются торговые центры, регулярно проходили подобного рода случаи, когда по небрежности дворников на, например, там, ступенях люди падали. Бывали, набивали синяки и шишки, бывали, ломали каблуки. Люди обращались с претензиями, и управляющая компания, которая занимается эксплуатацией этого торгового центра, выплачивала денежные средства в компенсацию. Самая большая сумма на вашей памяти, ну сколько было? Ну, без больших травм, это порядка 15 тысяч рублей. Сколько? 15 тысяч, телефон разбился. Ага, понятно. Возмещение, то есть, получается. То есть, в этой части, если, простите, произошло кардинальное ЧП в виде, например, вывиха, растяжения, то есть, очень болезненных ощущений, на мой взгляд, здесь о меньших-то суммах речи не пойдет. Не говоря о том, что лекарства, простите сами по себе, они не дешевые удовольствия. Это правда. Ян Чеботарев у нас в эфире. Программа «Особое мнение» завершается. Яну Евгеньевичу спасибо. Я прощаюсь со слушателями. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok